В Павлодарской области массово госпитализировали курсантов учебного центра МВД с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести. Сейчас они получают лечение. Стоит отметить, что рост заболевших в целом по Казахстану растет с каждым днем. С чем это связано? Узнавала Валентина Леонова. 11 курсантов учебного центра МВД экстренно госпитализировали в отделении общей инфекции областной больницы имени Султанова с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести. У курсантов наблюдался кашель, насморк, повышенная температура и интоксикационный синдром. Госпитализировали их, потому что они сейчас проходят учебу, также проживают в общей казарме. Условий лечения у них не было, плюс это относится к декретированной контингенту. В целом по Павлодарской области отмечается рост количества вызовов в скорую помощь, связанных с острыми респираторными вирусными инфекциями. Только за последние трое суток скорой помощью госпитализировано 46 пациентов с тяжелым течением ОРВИ. Ситуация такая по всей стране. Течение ОРВИ стало с осложнениями. Специалисты отмечают, вирусы, вызывающие простуду, могут подвергаться мутациям, что усложняет борьбу с ними и может привести к новым вспышкам. Можно ли сказать о мутации вируса, то есть предположить, что это мутированный тот же коронавирус, конечно, можно предположить. Но для этого нужно в любом случае лабораторное исследование. С начала года в Казахстане зарегистрировано около 4 миллионов случаев ОРВИ и свыше 3000 случаев гриппа. Основную долю заболевших ОРВИ в республике, то есть около 60%, составляют дети до 14 лет. Еще 6,4 заболевших составляют малыши до одного года. По словам специалистов, пока сложно делать какие-либо прогнозы. Но известно, что продлится эпицезон до марта следующего года. Поэтому врачи рекомендуют гражданам соблюдать все меры профилактики, а при заболевании не заниматься самолечением. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Информбюро Павлодарской области.